Всем привет! Сегодня расскажу про новый необычный защищенный смартфон с космическим дизайном, мощным железом и ценником всего 230 долларов на момент выпуска этого видео, что весьма круто с учетом его характеристик. 12 гигабайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 гигабайт, 256 постоянной памяти UFC 2.2 плюс флешка до 1 терабайта, Full HD+, дисплей с частотой 120 Гц, быстрая зарядка, NFC, встроенный термометр, камера ночного видения, влагозащита и ударопрочный корпус. Все это вы можете узнать в рекламе смартфона F150R Ultra Plus. Но я как обычно расскажу вам свое впечатление после всех проведенных тестов и покажу недостатки. Также напоминаю, что в нашем телеграме вы всегда первыми узнаете о новых обзорах, сможете задать любые вопросы и получите полезную информацию о новинках и скидках. Подписывайтесь, будет интересно. И перед началом обзора пару слов про сам бренд F150. Это относительно молодой китайский бренд, который несколько лет назад успешно ворвался на рынок защищенных смартфонов с необычными, я бы даже сказал, уникальными дизайнами. Согласитесь, на фоне однотипных бронефонов эта модель точно будет выделяться. В телеграме как минимум 20% ответили, что это обычный смартфон, не имеющий защиты. Около 40% посчитали, что есть защита от воды и пыли и чуть больше 40% все-таки угадали, что это полностью защищенный смартфон. Комплектация в принципе стандартная. Из интересного здесь положили хороший Type-C провод с тканевой оплеткой и металлическими коннекторами и 30-ваттный блок для зарядки. Защитное стекло для защищенного смартфона тоже в комплекте. Задняя часть смартфона привлекает особое внимание. Блок камер, который включает в себя основную камеру на 64 мегапикселя с сенсором Sony. 24-мегапиксельную камеру ночного видения. Инфракрасные датчики, LED-подсветку, датчик измерения температуры и RGB-кольцо, которое служит индикатором событий. Для управления этой подсветкой есть отдельные настройки, в которых можно выбрать нужный сценарий работы. Допустим, включить подсветку только для оповещения или, например, чтобы она загоралась при прослушивании музыки. Также есть регулировка яркости. Сама задняя крышка тоже выглядит эффектно. Есть фактурный рисунок, который как бы утоплен внутри. Внешне очень похоже на стекло, но по факту это специальный многослойный ударопрочный пластик. И, судя по рекламе, есть специальный защитный слой, который спасает не только от падений, но и царапин. И вот за пару недель тестов на корпусе нет ни одной царапины. Пока еще. Смартфон очень красивый, бесспорно выглядит интересно, но вот это вот глянцевое покрытие, оно максимально непрактичное. Перед тем, как снимать каждый раз какой-то красивый кадр, который вы видите в этом обзоре, мне приходилось по 10 раз натирать эту заднюю крышку. То есть, соответственно, когда вы будете пользоваться этим смартфоном, он постоянно будет у вас вот такой вот заляпанный. На углах корпуса есть усиление для защиты от падений и по бокам вставки из титана магниевого сплава. Габариты смартфона 177,8 мм на 83,2 мм. Толщина комфортная 11,8 мм и вес всего 289 грамм, при этом аккумулятор на 7000 мА. Да, это получился далеко не малыш, но он удобно лежит в руке, нет ощущения большого кирпича, как это часто бывает с другими моделями. В кармане лежит комфортно, летом шорты слетать точно не будут. Но что касается элементов управления, справа расположены качели громкости и кнопка включения со встроенным сканером отпечатка пальцев. Сканер установлен не дешевый, отрабатывает довольно быстро и без промахов. Один и тот же палец два раза давать не получилось. Слева, как обычно, программируемая кнопка, на эту кнопку можно установить запуск любого приложения, включение камеры, фонарика и тому подобное. Все кнопки металлические, люфта и дребезга нет, сборка хорошая. Сим-лоток комбинированный, можно установить либо две наносимки, либо одну симку и microSD флешку до 1 терабайта. Снизу два микрофона и открытый влагозащищенный Type-C разъем для зарядки. На мой взгляд смотрится он гораздо лучше резиновых заглушек, которые пихают во все защищенные смартфоны. Напомню, что Air Ultra Plus полностью защищен по стандарту IP68, IP69K и, внимание, MIL-STD810H. То есть данный смартфон не боится погружения под воду на глубину до полутора метра в течение двух часов. Можно бросать на твердую поверхность, нагревать, замораживать и тому подобное. Ну и наконец-то давайте поговорим про железо. На борту свежий восьмиядерный процессор Helio G99, который был анонсирован в мае 2022 года. Это два ядра Cortex-A76 и шесть ядер Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц. Техпроцесс 6 нанометров, графика Mali-G57MC2. Также напомню, что в этой модели установлено целых 12 гигабайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 гигабайт. И постоянная память UFC 2.2 объемом 256 гигабайт, плюс возможность установить microSD флешку до 1 терабайта. В Antutu получаем 360 тысяч баллов. За время теста ушло всего 2% аккумулятора и, самое главное, температура даже не шелохнулась. С охлаждением здесь полный порядок, за 40 минут в играх корпус становится совсем слегка теплый и то, возможно, нагревается больше от рук. 15-минутный стресс-тест на 100 потоках показал стабильную работу процессора, травка вся зеленая. Максимальное значение 204 тысячи гипс, минимальное почти 190 и средний показатель 200 тысяч гипс. А согласитесь, цифры вполне достойные, особенно с учетом того, что это все-таки защищенный смартфон. Ребята, я уже несколько дней пользуюсь смартфоном E-150 и появились некоторые такие моменты, о которых я сейчас хочу рассказать. Первое, это громкая связь, она здесь работает максимально хреново. Если основной динамик разговорный работает прям отлично, да, и качество связи хорошее, то, включая громкую связь, слышно собеседникам максимально плохо. Второе, вот это вот светящееся колечко, которое расположено возле камеры, на самом деле прикольное решение, потому что, когда телефон лежит экраном вниз, с помощью этого колечка можно видеть, да, то, что у вас есть пропущенный звонок, либо входящие сообщения, в общем, любое повещение отображается с помощью светового сигнала. Это классно. IPS-дисплей, дигналю 6,8 дюйма, сверху установлено стекло Gorilla Glass 3-го поколения толщиной 1,1 мм, при среднем значении 0,4 мм. То есть это стекло почти в 2,5 раза толще, чем в большинстве современных смартфонов. Точно такое же стекло защищает блок основной камеры. Разрешение Full HD+, это 2460 на 1080 точек, яркость 520 нит, плотность пикселей очень хорошая, 460 ppi, touch 10 касаний. Рамки вокруг экрана есть, но не небольшие, фронталка врезана точкой по центру верхней части экрана. И самое главное, частота дисплея 120 Гц. Экран работает приятно, быстро и очень плавно. В настройках можно выбрать 60, 90 или 120 Гц, а также есть куча различных регулировок для коррекции цвета. По изображению в целом претензий нет, картинка четкая, с хорошей цветопередачей. Под углом цвета не искажаются, матрица явно не дешевая. Плюс IPS матрицы это полное отсутствие шима, минус и небольшой запас яркости. Лично я все время выкручиваю яркость на максимум. С другой стороны, даже на айфоне делают то же самое, хотя по бумагам там яркость в два раза больше. В целом на улице изображение читается неплохо, но на ярком солнце скорее всего придется прикрывать экран рукой, как и во многих других смартфонах. Но что касается звука, то здесь смартфон не впечатлил. Один звуковой монодинамик, который расположен на задней стороне корпуса. Если положить его спинкой на стол, то динамик тупо перекрывается. Звук обычный, запас по громкости не особо большой, и как это часто бывает в защищенных моделях, практически нет низких частот. Проблема у всех одна и та же. Ну, кстати, не сказать, что прям совсем как-то тихо играет, играет по громкости нормально, но то, что здесь нету каких-то низких частот, да, это определенно факт. Вообще, за последнее время реально хороший звук был только в планшете ТАП-16, о котором я недавно рассказывал на своем канале. Если интересно, ссылка на обзор будет в описании этого видео. По автономности тоже все весьма неплохо, аккомбинатор емкостью 7000 мА с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки, и беспроводной зарядки здесь не завезли. PCMark Test выдал 10 часов экранного времени на максимальной яркости. За один час игры в Genshin с максимальной яркостью дисплея улетает всего 15% заряда. Получается, 6 часов игр на этом смартфоне вам точно обеспечено, а в целом смартфон оказался довольно живучим. Ну и, конечно, пару слов про обычные вещи. На борту Bluetooth 5.2, модуль NFC, двухдиапазонный Wi-Fi и 4 навигационных системы. Работает смартфон на 12-м андроиде, прошивка глобальная, 7-е и 20-е бенды присутствуют. Связь хорошая, разговорный динамик отличный, но вот громкая связь, как я уже сказал, не понравилась. Слишком тихо слышно в собеседниках. GPS моментально нашел больше 40 спутников, это прям отличный показатель, точность 1-2 метров. Wi-Fi модуль тоже хороший, тест у вас на экране. В играх смартфон показал себя весьма неплохо. Первая игра Танки, выбираем высокие настройки графики и получаем 55-60 FPS. Играть вполне комфортно, но именно эта игра запускается не на весь экран, слева остается полоска около 4-х миллиметров, я думаю, что скоро это поправит. Следующая игра Call of Duty, здесь уже нет встроенного счетчика кадров, поэтому ориентируемся на визуальное восприятие. На средних настройках графики получаем комфортную стабильную игру, без каких-либо фризов и пропуска кадров. И самое интересное, что после 15 минут в разных играх, температура процессора стоит мертво на 30 градусах, вот это вот круто. Дальше PUBG Mobile, игра тестировалась на следующих настройках, графика высоко, частота кадров высоко, сглаживание отключено и тени включены. При таких настройках играть тоже вполне комфортно, графика прогружается нормально, каких-то проблем я не заметил, но очень редко все-таки может произойти снижение кадров. Ну и конечно Genshin, здесь смартфон вывез даже на средних настройках, конечно иногда будут заметны снижения FPS, но все равно играть можно без проблем. Но если хотите, чтобы в игре вообще было все стабильно, то ставьте минимальные настройки графики и будет вообще идеально. Смартфон работает на 12-м андроиде, здесь такие фирменные как бы восьмиугольные значки под стиль самого смартфона. Из интересного это очень плавный хороший дисплей и также есть отдельное приложение для работы с термометром. Заходим в термостат, здесь три режима работы. Режим измерения человеческого тела, объектный режим и режим окружающей среды. Давайте посмотрим температуру в комнате. Так, 21,8. Для измерения тела человека необходимо сначала сделать калибровку в помещении. Калибровка завершена, после чего можно сделать тест. 36,8. Что-то у меня температура поднялась. 37. Смотрите на глазах. В общем понятно, что это не медицинский прибор, и ориентироваться на эти показания точно не стоит, но все-таки возможно кому-то это пригодится. Можно также измерить, допустим, какой-то объект, ту же самую батарею в доме. Давайте посмотрим примеры фото и видео. Основная камера делает довольно-таки неплохие фотографии. Вот, пожалуйста, наша собачка. Не сказать, что супер детально, но в целом неплохо. Цветопередача хорошая, вот цвета, кстати, не искажены. Следующая фотка, это у нас портретный режим. Здесь даже видно прям как стерся нос у собаки. Смотрите, она просто его стерла. Видно кожицу, да, вот шерсть, видно глаза. Ну, в целом прям фоточка такая прикольная. Смотрите, эта фотография сделана на максимальное разрешение 64 мегапикселя. Здесь прям видно, что вот приборка, она уже шумит в тенях. При этом фотка в обычном режиме смотрится гораздо лучше. Но она такая вытянутая. Кстати, он фотографирует почему-то почти как панорама. Смотрите, если я разверну, то фотка становится прям на весь экран. Но если смотреть так, то она прям сильно как-то вытянута сделана. Камера ночного видения на 24 мегапикселя делает тоже как фото, так и видео. Кого-то увидела. И также видео. Автофокуса здесь нету. То есть, смотрите, вначале я снимал, а фокус не был. И уже после того, как я вручную нажал, соответственно, на объект, фокус у нас поймался. Селфи-камера вообще никак не впечатлила. 32 мегапикселя заявлено. Но, если честно, как-то фотка, опять же, по цветам нормально. Но вот именно качество фотографий не очень. Ну и давайте посмотрим примеры видеозаписи. Ко мне помощница пришла. Заходи. Ты где? Заходи. Все, пошла на проверку. Что такое? Скучно тебе одной, да? Скучно? Ну, посмотрите на эти глаза. Что ты хочешь? Играть хочешь, да? Друзья, еще один пример. Видеозаписи на фронтальную камеру, но уже в условиях искусственного освещения. Можете посмотреть, насколько все хорошо, либо плохо здесь, вот на фоне телевизора, да? Там яркие такие зелено-синие цвета, бирюзовые. В общем-то, из плюсов. В этом смартфоне реально офигенные микрофоны. Пишет звук. Я специально вставлю вот это вот видео без каких-либо улучшок там звука и всего остального. И вы услышите именно настоящее качество записи этих микрофонов. Минусы. Нет никакого цифрового приближения на фронтальной камере. То есть, вот изображение, как вы видите, оно абсолютно никак не меняется. В итоге F-150R Ultra Plus это необычный с точки зрения дизайна защищенный смартфон с хорошим железом, неплохим аккумулятором и технологичным дисплеем. Здесь отличное качество связи, хорошие датчики, Wi-Fi, GPS и навигация. Основные минусы это звуковой динамик и небольшая яркость дисплея. С учетом цены, на мой взгляд, аппарат достойный. Если вам нужен защищенный смартфон, но при этом вы не хотите, чтобы он выглядел как обычный кирпич, то это вариант для вас. Ну а что думаете вы по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. Кому интересно, ссылка на гаджет, как всегда, в описании под видео. На сегодня у меня все, всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok